Всем здравствуйте, меня зовут Кристина, я же из деревни. Вот такое вот у меня растение, роза. Роза из черенка, черенок не свой, ну как сказать не свой. У одной знакомой увидела розу, у неё она растёт уже там который год. Вот, и такая прелестная, ну как бы внутри она красная, а снаружи она белая. Вот, и мне она так понравилась, я говорю, блин, укорени, говорю, для меня. Она говорит, ну ты же занимаешься укоренением, возьми, ну как бы давай я тебе отрежу, а ты сама укоренишь. Отрезала она мне веточку, из этой веточки я сделала три. И из этих трёх пошла только одна. Увидела сначала корни, очень хорошие пошли корни. Почки не раскрывались. Это вот, здесь был листочек один, вот, недавно только убрала. А эта бочка, ну, может, с недельки, полторы, вот, она уже вот в таком у меня состоянии. Укореняла я это дело осенью, ну, где-то октябрь, может, конец ноября, ну, что-то такое. Ну, уже переобуваться нужно было. Переобуваться, имея в виду машину. Вот. И вот я у неё спросила, она мне с удовольствием дала вот такую прелесть. Ну, то есть, дала веточку, я укоренила. Такая прелесть у меня растёт. Почитала, очень посмотрела видео, что наоборот, очень хорошо, когда вот, ну, не привитые, а укоренённый черенок, да, то есть, со своей креневой системой, неукоренённый. Они намного лучше, зимостойкие и, как сказать-то, ну, по крайней мере, есть не то, что вероятность, а точнее, вообще нет такой вероятности, что он там, ну, как бы из него вырастет шиповник, потому что это крайне собственный череночек. Вот. Вот такая вот прелесть. Розочка у меня. Сегодня у нас седьмой или восьмой февраля. Вот. Сижу дома, даже число уже не помню, какое. Восьмое вроде, вчера было седьмое. Вот. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, у всех тоже так же получится. Такая прелесть. Всем пока!